1 мая штат Нью-Йорк в США празднует День благословения велосипедов. А началось все с того, что в 1819 году на улицу Нью-Йорка выехал первый велосипед. Диковинку привезли из Англии. К концу лета муниципальный совет запретил передвижение по городу на новом виде транспорта, назвав велосипед небезопасным для человека. Однако со временем велосипед стал основным, дешевым и удобным средством передвижения. С тех пор ежегодно в Нью-Йорке проходит крупнейший в США массовый заезд на велосипедах. Также в штате Нью-Йорк ежегодно проводится аукцион антикварных велосипедов от изящных дамских до спортивных и гоночных монстров. Тюменцам, чтобы найти велосипед по душе и по карману, не нужно ехать так далеко. Выбрать надежного двухколесного коня поможет Ирина Канева. Прокатиться с ветерком, почувствовать вкус свободы. Велосипед вместо автомобиля, уж тем более общественного транспорта. Такова тенденция последних лет, особенно заметная с приближением лета. Это гораздо быстрее. Пешком медленно, в автобусе ехать летом очень жарко, на велосипеде гораздо быстрее получается, чем даже на личном автомобиле. Нет пробок. Это быстрее и комфортнее. Ну как не выбрать спортивный велосипед на легкой, но при этом прочной карбоновой раме с воздушными амортизаторами и гидравлическими тормозами. Максимальный набор опций заложен специально для того, чтобы велосипед ехал быстрее. Гоночный трек для себя можно подобрать в магазине Велоцентр. Почему я советую брать трек? Во-первых, трек – это один из самых знаменитых брендов в мире, один из самых узнаваемых и известных. На велосипедах марки Трек выступают самые знаменитые гонщики, которые гоняют самые крутые гонки. Они зарекомендовали себя качественной сборкой, выверенной геометрией и очень качественной покраской. Не только для гонщиков, но и для любителей. В специализированном центре представлены велосипеды разного уровня и, соответственно, ценовой политики. Например, бюджетная версия, где и амортизаторы, и тормоза попроще, обойдется вам примерно в 10-13 тысяч рублей. А вот спортивный, так называемый шоссейный велосипед, предназначенный для езды только по асфальту, с аэродинамичной посадкой гонщика, контактными педалями и весом всего 5 килограммов, достигает в цене 100 тысяч. Помодничать могут и малыши. Например, для них амбициозные мериды из алюминиевого сплава. Здесь же экономичные и привычные трехколесные конструкции и такие важные в плане безопасности детские кресла. А еще большой выбор запчастей. Под заказ можно даже собрать свой эксклюзивный велосипед. Ирина Канева, Александр Изосимов, Сибинформбюро.